вот и приехавший циник сейчас за мной приедут ребята встретят завтра рабочий день друзья всем привет я на площади в небольшом городе к вопросу о том как продаются машины вообще я в шоке от цен здесь больше все очень дешево дешевле чем в чехе вот почему мигрант сюда приезжают всем хочется здесь жить это 16000 злот это где-то примерно сколько 4 даже меньше чем 4000 евро 4000 евро это какой год 2007 год седьмой год два с половиной turbo дизель это обычная площадь это не автосалон это просто площадка на которой я вижу машины возле магазина супермарк для магазина можно купить себе машину то есть как это делать то есть лишь машину и звонит да да вот тысячи евро тысяча же 2002 года 1 и 4 пробег ничего такая вот еще у mercedes здесь как в автосалоне да да 7900 злотых а то сколько больше даже нету 2000 евро 1800 где-то 1000 2002 год 2 и 2 дизель 99 год 2 400 600 долларов да да так примера 2002 год 5 900 4 200 это 1000 евро да то есть чуть чуть дороже 1000 евро но 18 бензин опель друзья я буквально приехал в этот город пять минут назад я уже нашел кучу автомобилей сколько по времени занимает оформление машины минут 10-15 то есть я вижу машину я хочу ее купить я звоню хозяину он приезжает 10 минут она да это на месте заполняются документы подаются в ужон ты все 5600 злотых чуть дороже 1000 евро да вообще просто 1000 евро это в нью-йорке можно три дня просто остановиться в гостинице в самый такой обычный трехзвездочный не это не литва какая литва это польша друзья мои это польша вот они польские номера вольво вот как раз женя многие уже знают его по нашим вебинаром какие у нас планы же сейчас мы покажем где подаются документы на учение приглашения соответственно оформление карты побыта дальше пойдем в кафе покушаем ну и дальше уже посмотрим люди спрашивают как называется город щицин сколько здесь население я понял кстати обратил внимание что тут очень все дешево раз у нас сейчас делаются ребята из кыргызстана дата как раз сейчас уже мы заканчиваем по ним работу они хотят переехать то есть для того чтобы переехать с детьми соответственно надо еще оформлять документы на детей просто так так как многие рассказывают что берете с собой детей везете в польше это не проходит надо иметь документы со школы подтверждающий садикой соответствии от возраста детей или из института вплоть до того что нужно расписание занятий я понял вот смотри вот я допустим нашел тут себе машину да и хочу ее купить за 500 евро какие мои действия созвонишься с собственником собственником понял на протяжении 50 минут он берет распечатают саму договор купли-продажи вы подписываете все понял он обращается вернее не он а ты обращаешься в ужонт оформляете машину это занимает буквально минут 15 понял ребят как звук тут с интернетом беда прям вообще ничего не ловит как звук поставьте плюс если слышно если нет тогда сворачиваем прямой эфир как звук ребята поставьте плюс если нормальный отличный звук понял то есть занимает по времени 15 минут до понял мы сейчас идем в ужон что посмотреть как это все делается в живую как оформляется ну сейчас воевудское приглашение в живую сейчас покажем где находятся ужонды в основном они все находятся в центре города тоже подачи сейчас в основном подачи на приглашение в электронном варианте только воевудские приглашения заносить самостоятельно соответственно все я понял так мы двигаемся дальше друзья интернет не очень хорошая рукой ничего не закрываю вот моя рука на меня не надо наговаривать вот моя вторая рука так тут по поводу девушек работы для девушек в польше что можешь сказать вот и для девушек поляки хотят брать женщин до 45-50 работа есть раз в зависимости от того что девушка умеет если без навыков работы это приблизительно 12 13 злотых в час работа от 8 до 12 это в зависимости сколько девушка сможет работать я понял так ну все двигаемся дальше все ребят мы снимаем для парней в общем я здесь несколько дней буду в этом городе еще будет много видео оставайтесь с нами отсматривать ленту завтра я сделаю пост по поводу германии уже запрос есть спрос есть вот германия если есть в польше мусорники где есть для сигарет место раз не только дырка да тогда можно здесь курить если этого места нету соответственно это запрещено так же само как ходить по где большое скопление людей и курить запрещено то есть вернее стоять там где большое скопление людей если ты просто проходишь это без проблем ты можешь икиси понял спроса есть на кондитеров до есть вот даже сзади нас две пекарни вернее пекарня и магазин мясной продукции я понял так эфира я сохранил для парней 19 лет работу можно здесь найти и что это будет работа очень много и раз вот например сейчас нам не только вчера подписали договор так нужны ребята как без навыков работы такие специалисты это начиная от строительных в основном строительные очень ценятся и зарплата ну к примеру водитель с категории c который может ездить на бетономешалке то есть это по самому производству у него зарплата где-то в районе 21 злотый час понятно то есть если это перевести на доллары 370 курс приблизительно 370 380 я полюсимости от города ну соответственно это если взять это будет приблизительно где-то плюс-минус где-то 67 долларов вопрос сколько заплатит за час в евро можешь перевести или в доллар я только что перевел приблизительно 67 долларов плюс-минус понятно тут есть какие-нибудь чаевые в зависимости от сферы работы понял тут получается так есть например на стройках за перевыполненную работу или если вы хорошо работаете и работодатель заинтересован вас вплоть до того что вы можете получать надбавки как за ночные смены если они будут так же само за выходные это приблизительно плюс сто процентов к тому окладу который вы имеете или же просто в конце месяца вам будут даваться премия премия бывает разная от 200 там до 500 до 700 злотых полю для каждого раз понял вот я смотрю тут это банк до кредит а какой здесь процент скажи а вот же написано 3 процента 3 процента это потребительский кредит сейчас посмотрим ребят хочет кто-нибудь кредит 3 процента польском банке на рахунку а нет это если ты ставишь деньги на счет так дебют дебют кредит кредит где-то будет плюс минус до семи процентов 67 процентов я думаю что не больше я понял таксовать по уберу здесь возможно возможно но больше это не очень выгодно это большие города надо брать варшаву и так далее здесь проще работать на генгурятники то есть небольшие автомобили с ночлежками на крыше как вылетел из головы там зарплата может быть где-то в районе где-то 180 210 злотых за день понял или это приблизительно в месяц плюс-минус где-то 67 тысяч понял девушка спрашивает роксана илья скажите пожалуйста в какое время лучше переезжать с детьми они школьники лучше переезжать перед летом потому что у них три месяца будет подготовка если не будет изучать польский понял скажи карплата какая в каждом городе вот в этом например в котором сейчас городе снять квартиру будет стоить где-то но это так на вскидку точно не скажу плюс-минус где-то 1600 1700 злотых это двушка даже может быть и трехкомнатная это сколько в долларах 1600 приблизительно 400 евро где-то плюс-минус я понял так дальнобойщиками здесь можно работать с какая зарплата дальнобойщика то везде разная потому что все зависит от того куда вы будете ездить от вашего маршрута если вы будете ездить в европе я понял вопрос узбекским гражданством девушкам получится приехать в польше я тоже так думаю так злота злотами платят или и евро так ребят вопросы еще есть потому что если нет я тогда выключаюсь так курьеру водителя сохраните вопросов уже больше ни у кого нет поводу больше смотрите я прям в польше прямо здесь прямо сейчас напомню еще раз город люди спрашивают щицинок кстати я смотрел до германии тут ближе чем до варшавы да получается да мы машиной залетаем где-то но два с половиной три часа к нам вообще ни одного вопроса моего не озвучили еще раз просить пожалуйста много вопросов летит я просто не успеваю потому что я пальцем закрываю а потом вы говорить что плохой звук так я правильно поняла илья если мы собираемся в ноябре то три месяца дети не будут ходить школу и потом оформят как тут как это было не будет ходить просто там на протяжении трех четырех месяцев идет как адаптация ребенка здесь никто не будет вашего ребенка в первое время когда вы приходите знаете оценки там или я не знаю там заставлять учите то что ему нужно будет он будет оставаться в основном после уроков на там два-три часа для изучения польского языка вот примеру кантор это где можно обменять я понял тут хороший курс курс хорошее вопрос тут как вообще после 6 вечера также как германии никого нет и скучно да а есть какие-нибудь типа театры до консерватория есть есть и очень много но это в основном больших городах ну к примеру он можешь показать сколько сигареты или стоит курить вот пицца маргарита шесть половиной злотых это сколько это чуть больше полтора доллара сто рублей да на российские деньги я не знаю как ну да но 30 метров 8 с половиной злотых мы здесь будем или там еще где-то пойдем посмотрим я только приехал добирался шесть половиной часов но однако везде самые дешевые серии ты где-то от 12 с половиной злотых но есть пицца стоит дешевле намного чем у нас ребята подписчики не курят не курят же поставьте плюс если вы не курите также как я я не курю уже 10 лет так когда переходите границу с польши в германию на автобусе проверяют визу нет нет только на могут проверять на автобусных станций пунктах прибытия но пульс польская виза наш позволяет везде это же шенгена еврозона рабочая виза на протяжении 90 дней мы ближайшее время сожжение сделаем вебинар по поводу германия по поводу той реформы до который случится в январе 2020 года да там мы сейчас очень много будет изменений те люди которые думают что так просто будет возможность переехать на работу но они очень сильно заблуждаются не настолько все просто как многие блогеры рассказывают я понял там нужно чтобы депозит был да там много есть факторов и знания языка которые будут соответствовать вакансии то есть для медицинского персонала там может быть выше знание языка для обычного слесаря он минимальный хотя бы он объяснить что он хочет и что от него хотят вот смотри вот мы прошли была одна пекарня вот тут цикарня сова так же самое это довольно распространено вот это там вот здесь как раз и берут документы для визы не подходи потому что там везде камеры сейчас могут выдавать нам лишний вопрос то есть вот отсюда как раз берется воевудское приглашение есть несколько звонков я понял все друзья мы закрываемся эфир я сохраню и ждите новые видео всем удачи пока